Отметим, что визит немецкой делегации двухдневный. Он включает деловую и экскурсионную части. Причем программа обширна. Сегодня делегаты побывали в Бакату имени Шухова, заглянули в Преображенский собор и Белгородскую филармонию, а также прогулялись по улицам областного центра. Впечатления немецких гостей в нашем сюжете. В этом году мы тоже продолжаем строить школу. Экскурсию по городу для высоких гостей начинает лично мэр областного центра Константин Полежаев. Процессия движется от здания администрации по Гражданскому проспекту. Глава немецкого Херне узнает о масштабных планах по благоустройству и спешит подружески прокомментировать. В непринужденной беседе Константин Полежаев рассказывает о развитии образования в городе, в том числе высшего. Обсуждают ситуацию на промышленном рынке, а в разговоре о будущем два городских главы единогласно делают ставку на молодежь. А вот и первая остановка – аллея дружбы городов-побратимов. Здесь указатели с названиями братских городов, расстоянием до них и даже направлением движения. Фото на память и экскурсия продолжается. Делегация направляется к стелле город воинской славы. Такие монументы в единообразном исполнении установлены во всех городах, носящих почетное звание. В стране таковых 4,5 десятка, но Белгород получил это звание первым. Участники процессии возлагают цветы к подножию стеллы. Дальше снова фото и, конечно, обмен впечатлениями. В большой стройке гости из Германии увидели масштаб и перспективу на будущее. Но особенно много эмоций осталось от аллеи дружбы. Следующая остановка – Белгородский технологический университет. Экскурсия для гостей началась с возложения цветов к монументу великому инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову. Затем делегатам показали территорию учебного заведения и провели по научному комплексу БГТУ. Технолог – один из сильнейших университетов в России. Его дипломы признаются в 140 странах мира. Я думаю, что каждый мэр гордился бы таким университетом, который как бы возвышается над городом. И, конечно, город гордился бы студентами, которые здесь получают знания, а потом могут их применить на благо города. В программе посещений оказался и Преображенский собор. Наша земля славится своими православными традициями. Священник Николай Ткач рассказал гостям о белгородских святых, основах православной веры и древних иконах, хранящихся под сводами храма. На память о визите делегации вручили образ святителя Иосафа Белгородского. А это здесь книга о нашей земле Белгородской и о нашем храме. Колоритное русское искусство также не могло остаться без внимания иностранцев. Следующим пунктом визита стала Белгородская филармония. В Большом зале гостей ждал приятный сюрприз – выступление коллектива народных инструментов. Самобытное звучание русских мотивов было оценено по достоинству. Я нахожусь просто в восторге, потому что на меня произвела очень большое впечатление русская музыка. С другой стороны, меня поражает профессиональный подход. Визит гостей из города Побратима двухдневный. И завтра экскурсии по городу будут продолжены. В планах посещение Мастерславля, музея-диорамы, белгородского зоопарка и динопарка. Илья Лядвин, Елена Коржова, Дмитрий Ерема, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.